Добрый день, уважаемые жители района Тразная, жители северо-восточного округа, как мы сказали, москвичи, которые прибыли к нам на встречу из других районов и округов нашего города. Сегодня мы проводим встречу с жителями северо-восточного округа в районе Отрадное по теме развития здравоохранения, ну и так же, как всегда бывает, несмотря на заявленную тему, по тем вопросам, которые волнуют жители. Сегодня во встрече принимает участие руководитель департамента здравоохранения, министр правительства Москвы Алексей Иванович Крепун. Здесь его все заместители, об этом мы скажем чуть позже. Глава управы района Отрадное Владимир Владимирович Литовский, руководитель муниципального образования района Литовский Елена Ивановна Горюшкина. Встречу нашу будет вести заместитель префекта Гримальский Юлия Валентиновна. Но перед тем, как я передам слово Гримальской и Юлия Валентиновна, я хотел бы сказать еще следующее. Вот когда мы готовили эту встречу, а мы об этом достаточно давно начали говорить, и спасибо Алексею Ивановичу и его заместителям, с тем, что нам все-таки удалось, я уверен, удастся провести эту встречу, несмотря на сложности в нашей работе и, возможно, переносы, которые могли бы быть. Но все-таки еще раз благодарю департамент за то, что смогли снять все вопросы и приехать к нам на встречу в полном составе. Мы предлагаем провести встречу в следующем образом. Как бы разделить ее на две части. Первая часть, так называемая, пленарная, общая. Мы поговорим об общих вопросах, которые волнуют в целом и наш округ, и район Отрадное по теме здравоохранения, или по каким-то еще темам, которые вы считаете нужным, общим вопросом. Но затем, опять же, по просьбе наших жителей, мы проведем массовый прием жителей. По тем вопросам, которые вас волнуют. В этом приеме будет принимать участие и, безусловно, Алексей Иванович, отдельно его заместители по темам. Здесь присутствуют все главные врачи поликлиник и стационаров, расположенных в нашем округе. И вы можете при необходимости с ними здесь встретиться. И такие условия у нас здесь будут обеспечены с тем, чтобы задать конкретные вопросы или высказать какую-то просьбу. Я готов также вести вместе со своими замами прием по другим вопросам, кроме здравоохранения, потому что вопросы здравоохранения будут вести. И вы нам мешаете, если можно, с телефоном. Вот, по всем вопросам будем вести прием, пока будут у вас вопросы. Я думаю, эта форма правильная, и вы нас в этом поддержите. А теперь не тратим время. Давайте сделаем так. Я попрошу для начала открыть нашу встречу и выступить Алексея Ивановича. Можно с места, как вам удобно, можно внутри. Как, наверное, с места удобно. Да. Пожалуйста, вопросы, которые у вас уже появляются или появились, давайте нам их адресуйте. Мы никаких больше выступлений делать не будем, чтобы сэкономить время. И начнем работать после того, как Алексей Иванович выступит в режиме вопросов и ответов. А затем плавно перейдем в режим приема жителей. Алексей Иванович, вам слово. Добрый вечер. Спасибо большое Валерию Юрьевичу за то, что мы имеем возможность сегодня с вами пообщаться. Отдельное спасибо за то, что мы сможем с вами поговорить не только через стол президиума. Ну и поближе. Должен вам честно сказать, на самом деле честно, что нет ничего важнее сейчас деятельности Департамента здравоохранения для того, чтобы... Чем? Чем общение с жителями, с нашими коллегами, с врачами, с медицинскими сестрами, чтобы было понятно, во-первых, все, что происходит в столичном здравоохранении, а может быть и во-вторых. А во-первых, чтобы мы сами чувствовали и знали, как вы относитесь к тем изменениям, которые происходят в этой сфере. Знаете, иногда глаз замыливается, каждый день какая-то суета. Мы считаем, что вот именно этого вы хотите, а на самом деле получается, что не очень этого. Вот в начале марта, может быть, вы знаете, здесь наверняка присутствуют люди, которые по-разному относятся к интернету. Но тем не менее, правительство Москвы организовало так называемый, я уже второй месяц учу это слово, но вроде бы выговариваю, краудсорсинг-проект. 58 тысяч – это официальная статистика. То есть некоторые, например, наши оппоненты, они заходят в открытое правительство, обращаются и им представляют эти данные. Сколько участвовало, сколько предложений, что с ними было и так далее. 58 тысяч участников. Рекорд. Никто в мире никогда не советовался так с жителями мегаполиса, как это произошло в марте месяце. И никто в Москве никогда так активно не участвовал. Почему? Примерно в пять раз выше активности. Потому что этот вопрос волнует всех. И это естественно. Здоровье, свое, семьи, детей, родственников – это самое главное, самое важное, что есть в нашей жизни. 58 тысяч. 27 тысяч предложений. Что нужно сделать для того, чтобы было лучше? В первую очередь в поликлиниках. Вообще поликлиника – наш приоритет. И в прошлом году, и в этом году. Поэтому будем очень рады, если и сегодня вы будете какие-то нам давать советы и высказывать свои пожелания. 27 тысяч предложений. Из них 1157, видите, я уже эти цифры просто наизусть знаю, это предложения, которые не повторяли других. Ну и так далее. 500 мероприятий мы наметили выполнить реальных. Пусть оно маленькое, но оно точное мероприятие. Ну, например, нужны или нет бахилы при входе. Маленькая конкретная вещь, по поводу которой мы услышали мнение, что да, нужны, но не факт, могли сказать, что и не надо. Это же расходы дополнительные. Нужны и так далее. Нужна ли рядом с какой-то поликлиникой, например, остановка транспорта. В 45 случаях сказали, да, нужна. Нужно ли изменить какой-то маршрут и так далее. Вплоть до, извините, туалетной бумаги, значит, в местах общего пользования. 500 таких мероприятий. Ну, я могу по этому поводу много говорить. Я это к чему? К тому, что разговор с вами для нас на самом деле очень важный. И мы хотим сделать поликлинику, в частности, и здравоохранение именно таким, каким вы хотели бы его видеть. За последние три года очень многое изменилось. Я, если вы позволите, буду вам приводить некоторые цифры. Они не должны быть скучными. Они не являются каким-то формальным текстом. Они очень интересны. Потому что это официальная статистика. Это Росстат. Здесь обмануть никого нельзя. Это факт. Да, за три года. Вы знаете, я не буду подробно об этом говорить, но, тем не менее, нельзя не сказать, что за последние три года здравоохранение в Москве стало другим. Можно там спорить, лучше стало, хуже и так далее. Но оно стало другим. В первую очередь потому, что изменилась ресурсная часть здравоохранения. То есть здания, стены и оборудование. Очень много отремонтировано. В том числе поликлиник и больницы. Почти все. Кое-что осталось, но много отремонтировано. Медицинское оборудование, но без преувеличения, сравнялись с оснащенностью ведущих, например, европейских стран, которые там очень долго к этому шли. Потому что в течение трех лет колоссальное вливание финансовое в Российской Федерации, программу модернизации, случилось. И мы получили такую возможность. Выполнили информатизацию. У нас сейчас все поликлиники объединены в единое информационное пространство. Тут тоже можно разные слова по этому говорить по поводу. Потому что это непривычно. Запись через телефон, через интернет, через информат и так далее. Но поверьте, управлять всей поликлинической сетью в Москве без такой системы, так чтобы все получилось, невозможно. Это опыт и наших других коллег, и не только в Российской Федерации. Невозможно. У нас 400 привычных для нас с вами поликлиник в Москве, например. Мы их объединили в поликлинические такие объединения. Взрослых в северном округе 4, детских 4, с филиалами их больше. Поэтому уследить, как идет работа в каждой из поликлиник, сложно без информационной системы. Это еще одна вещь, которую сделали. Я вам сразу скажу. Вот в эту пятницу, так же, как и каждую пятницу, на оперативном совещании у мэра, в присутствии всего правительства. Я даю информацию Сергею Семеновичу о том, насколько доступна помощь поликлинике. И у него цифры перед глазами. Да что перед глазами? У него в кабинете висит огромный экран, на котором аналитическая система позволяет посмотреть не только каждую поликлинику, каждый участок и каждого врача. Поэтому он видит, что у нас происходит. Об этом попозже я тоже вам расскажу. Ну, и еще некоторые вещи. К чему это? Что в больницах произошло? У нас было много больниц. Из них много мелких, многопрофильных. Ну, например, гинекологическая больница, отдельно стоящая. Я хирург, могу вам сказать точно совершенно, не должно быть гинекологических больниц отдельно стоящих. Потому что как только возникает необходимость привлечения хирурга или сосудистого хирурга, это же все контакт с органами, так вызывают из другой больницы специалиста. Операция продолжается, наркоз идет, живот открыт, извините, ждут скорую помощь и так далее. Мелких больниц. Вот, например, наверняка меня сегодня будут спрашивать, просто провоцируя, значит, в поселке Северном, это больница или не больница? Там должно быть медицинское учреждение, обязательно. Но оно должно заниматься плановой медицинской помощью, поликлинической. Потому что есть 20-я больница, супер больница имени Еревишанцев. Там и роддом. У нас скорая заезжает за 13 половиной минут по любому поводу, а на ДТП вообще 8 минут. В Европе так быстро не ездят. Мы видим каждую скорую, где она находится. Мы выдвигаем машины туда, где ожидается больший спрос. Со скорой помощью, ну, какая лица куда везти? Вот в 20-ю недалеко скорая везет. А на Северном должно быть, больницы не должны быть из там полутора, полутора, двух десятков коек. Образовалось 35 больничных комплексов в Москве. Мощных. Где сосредоточен ресурс колоссальный. Любые возможности современные в каждом из этих комплексов решаются. Вот у нас часто даже наши коллеги упрекают в том, что проводится оптимизация штатов. Это, кстати, дело любой медицинской организации. Ее дело. Не мою, не департаментом. Мы присматриваем, чтобы доступность не терялась. А вот сколько должно быть сотрудников, каких и как они должны работать, это дело больницы. Так вот, параллельно с этой оптимизацией и вот образованием этих комплексов, мы сегодня говорим о том, что количество больных, которые на больничной койке были пролечены в 2014 году по сравнению с 2013, больше. Если я могу ошибиться, тысячи, миллион восемьсот шестьдесят, по-моему, с чем. Больше, чем в 2013 году. При этом госпитальная летальность, то есть количество умерших на больничной койке, и я этот показатель буду сегодня часто употреблять, но он отражает состояние вопроса, состояние дела. Она уменьшилась. Три года цифра была 2,6% от всех, кто попадал в больницу. В 2014 году впервые 2,5%. Говорят нам некоторые наши оппоненты, что скорая перестала возить пациентов в больницу, что поликлиники недоступны, люди стали умирать дома. Это неправда. Есть официальная статистика, которая говорит, что количество таких москвичей уменьшилось в 2014 году, а количество, которых скорая привезла в больницу, не уменьшилось, зато те, которые привозят в больницу и там остаются, таких больше, аж на 4%. Это говорит о том, что скорая стала лучше ставить диагноз. А количество больных, которые поступают в плановом порядке, по направлению врача в больницу, увеличилось на 4%. То есть идёт, получаем хорошие результаты. Высокотехнологичная медицинская помощь в Москве. Вот была недавно коллегия Минздрава, мы там выступали и рассказывали, что происходит в столичном здравоохранении. Количество больных, которые получили высокотехнологичную медицинскую помощь в Москве, составляет 1 седьмую часть от России, почти 100 тысяч. А объём финансирования, которое правительство Москвы на это выделяет за последние 3 года, увеличился в 2 слоя раза. Ну и так далее. Новые технологии, новое оборудование, новые технологии, и всё это позволяет работать более эффективно. Ещё один пример, только приведу, того, что больничные комплексы, которые созданы в Москве, я рассказываю о Москве, но оно же всё очень актуально для любого округа. Они все в своём составе имеют родильные дома. 26 родильных домов, все вошли в состав больниц. Хорошо, что в 20-ке, в больнице Еремешанцево, есть роддом. В случае с чего, накануне, во время родов или после родов тяжёлых, тут же весь ресурс больницы, пожалуйста, может быть востребован. Отделение реанимации, все специалисты и так далее. А когда родильный дом работал, где-то вдалеке от больницы не было контактов, постоянного взаимодействия, были проблемы. У нас материнская смертность в 2010 году была в 18,7 на 100 тысяч рождённых живых. А в 2014 году 13,2. А если из них рассчитывать только на москвичек, то будет 8,7. А федеральный показатель 11,2. Согласитесь, есть прогресс. А если посмотреть на то, как детки выживают, то это самое, о чём я говорил, вовлечение родильных домов в больничные комплексы привело к тому, что у нас младенческая смертность в 2014 году исчисляется 6,1 на тысячу рождённых живыми. А рождённых живыми с 2012 года мы считаем тех, у кого вес 500 грамм. Представляете, вот такой. 500 грамм. Неньше. Женщины, по-моему, меньше. А если опять-таки пересчитать на москвичек, потому что есть даже такое понятие «медицинский туризм» в Москву, понимаете, что я имею в виду? Если вы хотите рассчитать на москвичек, то это будет 5,1. А в России 8,4. И три года назад мы имели 8,4. Вот такая вот получается динамика. Стали дольше жить москвичи. И это официальная статистика. Почти 77 лет средний возраст. Средняя продолжительность жизни. В России на 7 лет, на 6 лет почти меньше. В Европе, кстати, больше. И поэтому некоторые показатели смертности в Европе больше. Почему? Потому что в связи с продолжительностью жизни больше становится граждан пожилого и старческого возраста. Они доживают, извините, что я так говорю, до новых болезней. Например, до рака. Поэтому в Москве этот показатель единственный из всех. Он за год вырос. Минут 208 на 100 тысяч жителей. А вообще страдающих экологическим заболеванием в Москве 230 тысяч в регистре. Да, 208. Это повыше, чем в Российской Федерации. Почему? Потому что в Москве три федеральных экологических центра. И со всей России в Москву приезжают лечиться в этих центрах. И потом лечится амбулаторно. И некоторые, к сожалению, умирают. Вот девочка из Дагестана. К сожалению, ничего не могли сделать по поводу которой многие у вас, наверное, читали. Она приехала в Москву. И аминат. И лечилась в онкоцентре. А осталась здесь. Но если посчитать на москвичей, на тех, кто в регистре онкологическом, кем, кого мы видим и кем мы занимаемся, мы занимаемся, то это будет 150. Такая разница. О поликлиниках еще вам немножко расскажу. Потому что такая острая тема. Самое главное для нас. В 2014 году примерно 60-70% москвичей могли самостоятельно записаться к терапевту или педиатру, если это дети. В положенные сроки. В положенные сроки для нас это 1, 2, 3 дня. Не больше. К терапевту, педиатру. Если 4 дня, это уже все в системе красное, и у нас есть ситуационный центр, который круглосуточно работает. Уже вызывают туда главного врача, с ним разбираются, в поликлинику едут люди. Это каждый день происходит. Наши сотрудники выясняют, в чем причина, и нормализуют ситуацию. Значит, если это, например, 5 специалистов, к которым можно записаться самостоятельно. Валерий Ильич, я когда рекламу исчерпаю, вы меня остановите. Будем чувствовать, будем чувствовать по-любому. Ну хорошо. Интересно пока нет? Да. Ну вот. Если это 5 специалистов, это хирург, гинеколог, уролог, лор и офтальмолог, то это 5 дней. Если 6, уже красная зона. У нас там зеленая, красная и желтая. Если это 2 уровня специалисты, другие, кардиолог, невролог, ортопед, хирург и так далее, то это 7 дней. Если 8, уже красная. Да. Так вот, в красную зону попадали в 2014 году в начале 30%, в 30-35%. А сейчас 1,5-2%. В 15 раз лучше. Это произошло за последние 3 месяца. Конечно, мэр нас держит в тонусе, вот, каждую неделю слушает. Но, тем не менее, это случилось. Другая проблема появилась. Все получили возможность записываться, приходят в поликлинику к назначенному времени, оп, а там очередь под дверью у врача. И таких много. Вот. И сидят и час, и полтора. Некоторые наши коллеги говорят, а что вы, собственно, расстраиваетесь к этому поводу? Вы поезжайте куда-нибудь за рубеж и посмотрите, сколько там люди ждут приема врача-специалиста. Не полтора, а два часа. Два месяца. Но нас такой подход не устраивает. Мы все равно добьемся, что будет нормально, под дверью у врача. И по этому поводу система нам тоже показывает каждый день, сколько в каждой поликлинике, в каждом филиале, вчера людей, сколько человек просидело больше часа. Мы это видим. И там всякие осуществляемся и с этим мероприятия. Ну, например, если человек записался и у него прием там в 10-15, он приезжает в 10-15, он должен попасть на прием. А тот, кто приехал, например, раньше за полтора часа, таких примерно 25% выясняется. Мы сейчас все время там стоим, например, в поликлинике и замеряем, во сколько пришел, во сколько зашел. И так в 200 раз. И получаем представление, что происходит. 25% приезжают на прием за полтора часа и проходят в течение этого времени между там приемами. Но это же скопление людей. Тех, которые приходят в поликлинику без записи, регистратор дает талон и говорит, в живую очередь, он должен садиться под дверь и так далее. Много там всяких разных штук. Мы до конца года этого, я думаю, что мы разберемся. Это в поликлиниках такая ситуация. В поликлиниках что еще важно заметить? Что у нас уровень оснащенности, может быть, вы этого не видите сами. Уровень оснащенности поликлиник, он стал вообще другим. В несколько раз другим. Смотрите, мы все время говорим о том, что мы ведь не закрыли, Московское правительство и департамент, ни одной поликлиники еще не закрыли. Вот сейчас, кстати, есть перспектива, и я не говорю, что мы закрываем завтра. Перспектива изменений в жизни поликлинического отделения медсанчасти номер 33. Я сейчас объясню, с чем это связано. А так вообще ни одного не закрыли, ни одного филиала. Но, когда мы объединили несколько поликлиник в один куст и сделали уровни, первый, второй, третий, то получилось, что первый уровень – это упрощенно терапевт, педиатр и еще пять специалистов на первом уровне, которые можно записаться самостоятельно. Это привычная для всех нас с вами районная поликлиника. Второй уровень – это головное подразделение в этом кусте. Ну, например, есть 12-я поликлиника у вас, и есть семь филиалов. 12-я поликлиника – основное подразделение, второй уровень. Хотя фрагменты врачей-специалистов второй уровня не могут быть и в филиалах. Как удобно вам, так мы и подстраиваемся под вас. Второй уровень. Там сосредоточена вся техника и все новое. И врачи-специалисты, которых невозможно посадить в каждом филиале. Невозможно. И техника серьезная, и КТ, и МРТ в поликлиниках есть. И возможности совершенно другие открылись. Просто, если раньше такой уровень был в четырех, например, в пяти, КДЦ – консультативно-диагностических центрах, сейчас есть 46 у взрослых, а с детьми 86 таких объединений. И направление туда можно получить, просто вы должны это знать. Вы можете получить прямо в кабинете терапевта, вы приходите к нему на прием. Если нужно исследование сделать, он заходит в электронную систему и вам говорит, вам нужно прибыть, например, в головное подразделение 12-й поликлиники в такой-то день, в такое-то время, к такому-то специалисту или в рентген-кабинет. Путь сокращается. Вот это еще, что хотелось бы отметить. Ну, пожалуй, все из того, что я сказал. Спасибо большое, Алексей Иванович. Я думаю, что мы поступим следующим образом, и мы так решили. У нас предварительно шла запись на прием, потому что мы с вами уже знали, средства массовой информации, заявление, что сегодня будет встреча в форме массового приема населения. Поэтому достаточно большое количество присутствующих здесь записались к руководителям. Я хочу сказать, что сегодня вести прием будет, как Алексей Иванович Хрипун, министр здравоохранения, Валерий Юрьевич Виноградов, префект наш, потому что вопросы могут касаться не только здравоохранения, но и текущих вопросов нашей социально-экономической жизни, нашего округа. Прием будут вести три заместителя Алексея Ивановича. Это Потекаев Николай Николаевич, Погонин Алексей Владимирович, Старшинин Андрей Викторович. Они находятся здесь, в этом зале, и будут вести тоже прием. Три начальника управления здравоохранения. Андрей Владимирович Жалинский, Ирина Ивановна Калиновская, Юлия Николаевна Новикова. А также заместители префекта по различным направлениям. Я, Гримальская, Юлия Николаевна, по социальным вопросам. Одиноков Станислав Иринарович по вопросам транспорта. Андреев Борис Валерьевич по вопросам ЖКХ. И Каданцев Евгений Дмитриевич по вопросам строительства. Поэтому вы за этот период, пока мы будем вести прием, сможете задать все свои вопросы в индивидуальном режиме. Поэтому сегодня вот такая встреча у нас вместе, она по общим вопросам. То есть по вопросам, которые интересуют нас всех. Мы сейчас проинформированы. Нас проинформировал Алексей Иванович. Я сейчас предлагаю, если есть у кого-то вопросы общие, которые могут интересовать всех, не только вас лично, но всех, быстро их задать. Пожалуйста, представляйте. Ирина Владимировна, Надежда Сергеевна. Третий филиал, 107-й поликлинир. Я болею диабетом уже с 2002 года. Диабет второго типа. Нужно приходить за лекарством. Раньше было, что сразу идешь к эндокрину. А теперь очень сложно. Сначала надо идти к терапевту. Потом терапевт направляет к эндокрину. Вот у меня такой вопрос. Мужка? А вопрос понятен. Вы ответим, пожалуйста. Следующий вопрос. Много очень рук. Побыстрее, девочки. Пожалуйста, у меня незаконное увольнение из 4-й городской больницы в июне 2014 года. За прогул, которого не было, признание... Это на прием запишитесь, пожалуйста. Это не общий вопрос, это частный вопрос. Будьте добры. На прием записывайтесь. Побочем восстановиться. Профсоюз помог только посыскать... Ну, при том, это личный вопрос. Мы сейчас общие вопросы рассматриваем. Пожалуйста, задавайте вопросы. Я хочу задать общий вопрос. У нас задают вопрос. Минуточку. Пожалуйста, задавайте. Здравствуйте. У меня зовут Екатерина Огромочка. Я мать двоих детей. У меня какой-то вопрос. В нашей полигенке мне сказали, что с монтологией у Семени убегают. 48-й. 48-й. 4-й, 165-й полигенки. Сказали, что я уберу. Воспользуется платная услуга стоматолога? Я, к сожалению, не могу. Скажите мне, пожалуйста, куда я могу обратиться за вас в службу стоматолога без сплатного? Спасибо. Вопрос в понятии. Пожалуйста, быстренько передавайте микрофон. Такая же ситуация. 48-й. 48-й. Вы записали. Зубной кабинет убирают. Люди там уже по 30 лет лечатся. Великолепные врачи. И убирают. Вопрос в понятии про стоматологию. Вы записали, пожалуйста. У меня уже когда-нибудь сын запрещен под наличным стоматологией. Мне досмотр для него почему-то платный. Хотя раньше было бесплатно. Вот меня интересует. Спасибо. Вопрос в понятии. Пожалуйста, следующий вопрос. Пожалуйста, передавайте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Мне интересует такой вопрос. Когда строится пятый рутон и будет ли там рутон? Спасибо. Передайте. Меня зовут Наташа. Я буду в ЖКХ. Извините, пожалуйста. У меня все интересные занятия. Я не могу попасть на прием врачу. Можно ли я записаться на прием в выходные? Нет. Спасибо. Вопрос понятен. Вот сюда подойдите, пожалуйста, быстренько с микрофона. На первый ряд. Быстрее. Могу я пока сказать вопрос? Алексей Иванович, я хочу задать вот такой вопрос. Этот вопрос касается абсолютно всех. Я инвалид и выписываю каждый месяц лекарства бесплатные. Мало того, что мне надо записаться к терапевту каждый месяц. Это, сами понимаете, не так легко. Во-вторых, когда я прихожу за лекарствами, их почти никогда не бывает. Этот вопрос когда-нибудь будет решаться или мы даже все равно за свои деньги это покупать. Вы же сейчас, вы посмотрите, как хорошо вы все сказали. А какие критические моменты? Спасибо большое. Вы поняли вопрос, а я все вам же ответил. Пожалуйста, на первый ряд. Я маму 5-й, у меня 3-й. Это общий вопрос. Один из них страдает. Зато они обчитались. Все хорошо. Убрали детских дерматологов из детской поликлиники. Я с маленькими детьми должна ехать из Атваза на Савеловскую в КВД общий, где и взрослые, и дети. По 40 минут мы стоим в очереди в регистратуру. Верните, в детской поликлинике дерматологов. Вопрос понятен. Пожалуйста, вот на втором ряду хотели задать вопрос. Добрый день. Общественный советник, координатор жерполитических репрессий Бутырского района Баланова Александра Федоровна. У меня такой вопрос. Дело в том, что наш Бутырский район вроде бы уже не молодой. По возрасту 65% в нашем районе только пожилых людей. Мы ждем, когда будет у нас построена поликлиника, когда начнут строить. И Алексей Иванович, Бутырский, убедительно просим вас. Потому что Валерий Юрьевич нам обещал, что мы начнем строительство в 2017 году. Но это нас не устраивает. Мы хотим побыстрее. Вот представьте себе, улица Бутырская. Представляете, пока едешь. Вопрос понятен. Давайте не занимать время. Вопрос понятен, мы ответим. Пожалуйста, еще два вопроса, и мы начнем отвечать. Подождите, еще второй вопрос маленький. Когда в поликлиниках будут разработаны настоящие нормальные карты медицинские для посетителей? Это точно. Поэтому, наверное, все поддержат меня. Спасибо. Вопрос медицинских карт понятен. Так, быстрее, девочки, вот туда пройдите. Пройдите, в микроном дойдите. Девочки, здравствуйте, Алексей Вячеславович. Такой вопрос, уже уничтожил характер. Я мама от четырех детей. Вопрос такой, когда в нашей 110-й поликлинике начнется пристройка в 110-й поликлинике-стационарной? 110-й. Это ответим мы тоже на этот вопрос. Очень сложно. Отдавайте микрофон. Вот здесь еще два вопроса, и мы начинаем отвечать. Подождите, пожалуйста, женщина отвечает за это вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер, Арислава Николаевна. Скажите, 10 минут отводится на прием пациента. В итоге получается поточная система. Врач не в силах, особенно невролог, хирург. Они не в силах за это время нормально перевести его прием. И, по-моему, отсюда и такие сумасшедшие ученики. А не из-за того, что кто-то там пришел за полтора часа и прошел мне ученик. Мы следим за записью. Спасибо, мы поняли вопрос. Пожалуйста, вот... Как вас зовут? Подождите минуточку, дайте спросить. Давайте, давайте. Задавайте, пожалуйста. Алексей Иванович. Я хотела узнать, что у нас будет в 61-й больнице и в 45-й. В 61-й и в 45-й больнице. Ой, скажите, пожалуйста, я из района Свитлова. Скажите, пожалуйста, я из района Свитлова. У нас поликлиника 31-й очень перегружена. Когда у нас будет? Позже построена, когда поликлиника? Можно, можно. Сейчас. Да, заберем. Еще разочек. Свитлова. Когда будет у нас построено, будет ли построено, и когда будет построено поликлиника? Вопрос, спасибо большое. Вот здесь вот вопрос, пожалуйста, задавайте. Можно спросить? Алексей Иванович, недавно прошла такая информация. По слову Светлана Константиновна, мы с вами знакомы. Что такое, закупили шесть плюшек для колясочников. Ну, я все о своем, о девичьем. Я очень прошу дать одну плюшку нам в 5-й ДЦ. Я не понял, плюшку, клюшку. Клюрографический аппарат для колясочников. А, понятно. Это в ДЦ-5, да? Да, в ДЦ-5. Потому что у нас очень, у нас есть социальное жилье. Северное, Южное Минвектора. Ждите, пожалуйста, задают вопрос. Мы поняли. Спасибо, Светлана Константиновна. Вот здесь, задавайте. Я хочу сказать, кардиостимулятор проверить 5 тысяч. А сколько поставить, нам даже эту цену не озвучивают. И где пенсионеру взять, допустим, 100 или 120 тысяч? Я прикреплена в четвертой городской больнице. И сейчас нам сказали, 5 тысяч я уже заплатила, проверила. А теперь, как хотите, так же. Да. Этого всех. Спасибо большое. Давайте вот здесь вот, мужчины, для одного отца задать обратно. Силоводчик, в прошлом году я дважды оперировался. Перед поступлением в стационар... Перед поступлением в стационар сдавал, естественно, все анализы. Кровь сдавалась в 107-й поликлинике по месту жительства. В этом году мне опять предстоит операция. Меня гоняли за анализами в три поликлиники. Это хорошо, я гонялся, 107-я поликлиника. А кровь сдавала в 107-й, одни анализы, одни в 48-й, одни в этом... 165-й, по-моему. Скандали. Ну, так же не делаем. Не делаем. Три поликлиники нужно объезжать. Спасибо. Мы поняли вопрос. Сейчас еще, пожалуйста, вот там вот. Минуточку. Сейчас зададите. Старайтесь. Я по 48-й поликлинике. У нас сократили физиотерапевта. Я сегодня потратила 2,5 часа, доехав до 144-й поликлиники. Но самое интересное, что физиотерапевт теперь не выдает на массаж. А надо идти к врачу ЛФК. Я еще и там постояла. И второе. Подождите, не понял. Уволили физиотерапевта? Да. Нет, она уже плана пенсии. Больше нету. У меня в поликлиниках, в пучке нет физиотерапевта. У меня с врачами было 20, но... Это 107-я. 107-я, 8-я, 165-я. И по рецептам. Спасибо, вопрос понятен. У вас рецепты людям? Могу сказать. У меня муж последний раз ходил. Четыре рецепта в руки. А у него пять, мне кажется. Дальше что делать? Вопрос понятен. Девочка вот там хотела задать вопрос. Пожалуйста. Я говорю о взрослых. А почему вы не говорите о детях-инвалидах? У меня дочь, ребенок-инвалид. С трех лет она болеет с сахарным диабетом. В течение двух лет нам не дают путевку в санаторий. Как нам быть? Вот заявление передала. Вы сейчас зайдете к заместителю руководителя. И этот вопрос решить лично. Так, пожалуйста, давайте еще вопросы два. И мы начнем отвечать. А то мы не успеем. Девочки, вот, пожалуйста, отвечайте. Я сегодня обратилась в Бакуливский центр за консультацией. И не слышу. Я обратилась сегодня в Бакуливский центр за консультацией с подготовленными документами. Мне предложили заплатить за прием, но при этом у меня просят полис. Простите, я что должна дважды заплатить? Я плачу налоги, ничего не ворую. В чем дело? Понятен вопрос. Пожалуйста, вот там вот вопрос. Вот, 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 женщина, да. Я 144-й поликлинике. Скажите, пожалуйста, почему как у человека актив нет полосок? Говорят, что их не будет. Еще раз. Как у человека актив не уходит такой, нет полосок. Потому что рекомендуют переходить на отечественный социализ экспресс. Вопрос понятен. Пожалуйста, вот, вопрос задавайте, если громко говорим. Я 31-й поликлинике соблюдаю. Я наблюдаю с 31-й поликлинике. У меня вопрос. Можно ли прикрепиться к другой поликлинике? Вопрос ясен. Пожалуйста, вот здесь вопрос задавайте, и мы начинаем отвечать. Я не могу обратиться. У меня вопрос. Родители. Фамилия Майсерова, председатель Совета ветерантов. Приходят в пенсию. Подождите, пожалуйста. У нас 165-я поликлиника, уже 40 лет. Какая 165-я? 165-я. Нельзя ли что-нибудь на ее месте новую нам построить? Спасибо большое за вопрос. Пожалуйста. Продолжение, пожалуйста. Подождите минуточку. Вот здесь вот тоже. У меня было предложение в продолжении вопроса. Где микрофон? Девочки, где микрофон? Микрофон здесь. Можно я задам? Подождите. Давайте, давайте. Задавайте. Задавайте вопрос. Пожалуйста, кто с микрофоном. Скажите, пожалуйста, раньше Слибово был маленький район. Сейчас все пятиэтажки снесли. Выросли огромные дома. Еще планируют построить там на Ботаническом саду на 5000 квартир. А детская поликлиника находится в живом здании на первом этаже. Это вообще туда не пробьешься. Там всегда много деток. Что-то планируется побольше построить. Понятен вопрос. Так. Вот женщина хотела очень задать вопрос. Задавайте вопрос, и мы начинаем отвечать. Начнем с тем. Как у вас есть, поэты нету, Галина Винстиктовна? Первый такой вопрос. Почему при гипертоническом кризисе пожилых людей не госпитализируют? Это один вопрос. Второй. Значит, я прикреплена к 220-й поликлинике на Замареново-27. Это поликлиника, где обслуживаются ветераны войны, ветераны Афгана и чернобыльцы. Сняли сейчас, значит, стоматологию. Вся плата, никаких льгот никому нет. Там было зубопротезирование. То же самое. Значит, наша районная поликлиника 169-я тоже стоматологии нет. Вы знаете, мы пенсионеры, я инвалид второй группы. Куда вращаться? Лекарственное обеспечение плохое. Приходишь, я гипертоник. Я уже 4 месяца физиотенц не получаю. Ну, он сейчас, это физиотенц, это французское название лекарства. Другого в силу своих заболеваний нет. Еще вопрос. Это касается всех пожилых людей. Вот я хожу, у меня с трудом хожу, понимаете. Я раньше записывалась по телефону сразу к нескольким врачам по профилю своих заболеваний. Теперь я через терапевта. А вот у меня муж, значит, несколько, вообще в течение месяца не может записать. То, значит, терапевт заболел. Значит, на 2 недели еще откладывается посещение врача, узких специалистов. Когда все-таки наведет порядок Министерство здравоохранения? Спасибо за вопрос. Алексей Иванович начинает отвечать на все заданные вопросы. Лабораторное исследование. Значит, в 3 поликлиники пришлось ездить. Не нужно вам никуда ездить было. Это 107 здесь, главный врач? Я разберусь, это Нонсон. Я накажу, я разберу конкретно с этим словом. А что ничего? Вот главный врач. Главный врач 107 поликлиники. Большопова Елена Викторовна. Вот она разберется. На самом деле должно быть так. Значит, вы должны приехать только один раз. В свою районную поликлинику, в которую вы всегда ходите. Если там даже не окажется лабораторией, может такое быть. Мы сейчас выстраиваем новую логистику, но это наши проблемы, не ваши. У вас никаких проблем не должно быть. Вы должны прийти в приемочный кабинет, сдать кровь и потом получить анализы. А дело главного врача этого филиала – организовать это. Вот вас не должно больше ничего интересовать. Вы должны прийти один раз, ну два там по техническим причинам, но в одно и то же место. Поэтому то, что с вами было, это плохо. И главный врач разберется, а я это все заберу и потом проверю. Тихо, тихо, тихо. Тише, давайте уважать друг друга, особенно министр здравоохранения. Тише, тише. Алексей Иванович отвечает на ваши вопросы. Я старался, записывал ваши вопросы. Но дайте возможность мне ответить. Искренне отвечаю. За последние три года в Москве 80% от главных врачей, всех, мы поменяли. Думаю, что еще по одному кругу пройдем. Можно всех уволить. Дело-то не в этом. Дело в том, что нужно наладить работу. Ирина Ликна, она не на самом плохом счету. Поэтому будем работать. Так, физиотерапевт. Там есть еще, значит, был вопрос по детскому дерматологу. Да, смотрите. Да, смотрите. В Российской Федерации около 100 врачебных специальностей. Примерно 100. Если мы в каждую поликлинику посадим 100 врачей и специалистов, то что же оно такое получится? Поэтому физиотерапия в поликлиническом объединении для тех, кто нуждается, и я не хочу вас ничем обидеть, наверняка у вас есть показания, например, к массажу. Массаж – вещь серьезная, если к нему серьезно относиться. Но если относиться не как к СПА, а как к серьезному. Поэтому в любом поликлиническом объединении, хотя бы в головном подразделении, такая служба должна быть. Если три человека по пенсионным соображениям уволились, а туда не пришли другие, молодые, энергичные, ну есть такая проблема. Вот все хотят, например, быть, несмотря на то, что дерматолога у вас нет детского, все хотят дерматологом быть, гинекологом, урологом, студентом медицинских вузов, лор-специалистом, офтальмологом. И мало желающих быть терапевтом, педиатром, врачом общей практики, физиотерапевтов мало, рентгенологов мало, реаниматологов мало, там где сложно и так далее. Вот этих мало. Поэтому не можем в каждое поликлиническое отделение посадить 100 врачей-специалистов. Нужно регулировать этот процесс. Есть в Москве, послушайте, есть в Москве целая служба. Между прочим, вот Николай Николаевич Потякаев, мой заместитель, он главный дерматолог города Москвы. Целая сеть разветвленная есть. Здесь мы сделали научно-практический центр, нету такого в стране больше, мощный. У него есть филиалы. В каждом филиале есть сотрудники. Мы же не можем посадить в каждую поликлинику дерматолога. Ну невозможно, нету такого количества. Зато есть целая сеть. Николай Николаевич, тоже просьба вот обратить внимание. В поликлинике, в вашей поликлинике, в вашей поликлинике вам точно должны сказать, обязаны сказать, что вы можете поехать по такому-то адресу и даже помочь вам туда попасть. Вот это должны сделать точно. А посадить дерматолога в каждую поликлинику, к сожалению, невозможно. Четыре рецепта в руки при пяти лекарственных препаратах. Ну, это тоже возможно. Это зависит от главного врача. Вы должны пойти к главному врачу. В какой поликлинике? 48-я здесь присутствует? Главный врач 48-й поликлиники. Зам главврача, пожалуйста. Да, смотрите, садитесь. Из любого правила есть исключение. Это исключение оформляется врачебной комиссии. Ну, а что если у человека не 5, а 7 препаратов? Или 9 препаратов? Ну, я как врач вам говорю, что когда много препаратов, это не очень хорошо. Есть даже такой термин, я его научился выговаривать, полипрагмазия. Это когда много препаратов дают всякие эффекты. Но я не подвергаю сомнению в необходимости получить 5 препаратов. Надо подойти к главному врачу. А если он этого не сделает, обратиться на горячую линию в департамент. Телефон известный. Мы его поправим. Что касается рецептов. Еще несколько было вопросов. Зачем идти к терапевту, если нужно, ну, условно говоря, инсулин? Конечно, не нужно. Если человек страдает хроническим заболеванием, известным, и ему для этого нужен рецепт, который он все время регулярно получает, то вот в этой самой электронной системе, о которой я говорил, там есть, извините, там есть такая, такой сервис, зеленый коридор называется. К любому врачу-специалисту, к которому ты все время ходишь, ты можешь записаться сам, без ограничений. Я там никогда красного цвета не видел. Просто вы должны об этом знать. Что пациент, страдающий хроническим заболеванием, например, диабетом, имеет право записаться напрямую к своему врачу-эндокринологу без всяких терапевтов. Если вам этого не объясняют, плохо, наконец-таки объяснят, я думаю, в ближайшее время. Дальше. Мы выписываем рецепт максимум на три месяца. Сейчас думаем, как сделать так, чтобы человек не ходил там каждый месяц. Есть много вариантов, но мы над этим думаем. К сожалению, вот федеральные нормативные документы, они нас ограничивают в этом. Но мы все равно проявляем творчество. И в ближайшее время тут будут изменения, чтобы человек, к которому даже к врачу не надо ходить, если это тот же самый диабет и тот же самый инсулит, не надо ходить к врачу. Можно пройти к фельдшеру, например, назвать фамилию, даже записаться на прием. А еще лучше, если тебе пришлют домой этот рецепт. Я об этом тоже думаю. Я этого не обещаю в ближайшее время. Я просто говорю о том, что с рецептами думаем, как сделать проще. Есть еще электронный рецепт. Могу на эту тему долго говорить. Но хочу, чтобы вы поняли, что мы проблему эту видим. И хотим сделать так, чтобы москвичи, и вы в том числе, меньше ходили в поликлинику по формальным поводам. В том числе и по рецептурному. Путевку в санаторий. Путевку выдает департамент соцзащиты. Ирина Ивановна Калиновская здесь? Здесь Ирина Ивановна Калиновская. Кому-то проявляет. Да, ответьте, Ирина Ивановна. Это может быть еще кому-то вам. Микрофон для Ирины Ивановны. Путевки выдает департамент соцзащиты. Значит, наше дело в этой ситуации дать справку в управление соответствующей форме сприклиники. Пожалуйста, не уходите, подойдите ко мне. Я постараюсь на все ваши вопросы индивидуально ответить. Держите в поле зрения. А мы Владимиру Оршаковичу Петросяну обязательно передадим, что есть такие обращения. Светлана Николаевна Брауна, вы ведете протокол. Есть ли он? Пожалуйста, запишите это поручение. Так, Бакурийский центр. Не наш, к сожалению, а может и к счастью. Вот, консультация. Вы правы абсолютно. Если у вас есть полис УМС, и у вас его просят показать, значит, след за этим просят, последует счет страховую компанию. Страховая компания этот счет оплатит. Да. Потому что центр Бакурийский, я могу ошибаться в объемах, но то, что он является участником программы УМС, обязательного местного страхования, так это точно. И не только в части консультации, но и в части стационарного лечения. Есть определенный объем посещений и госпитализации, который оплачивает Московский городской фонд УМС. В том числе и в этом случае. Но если этот объем уже закрыт, то есть уже все желающие пришли и, как бы, ну, квоту выбрали, тогда нужно идти в другое учреждение. У нас есть большое количество, поверьте, различных больниц серьезных, клиник, где от сердечно-сосудистую патологию лечат не хуже. Не хуже. Поэтому они, их права предлагать платные услуги, а ваше право идти куда-где-то бесплатно. Полно таких мест. Тише, тише, товарищи дорогие, мы уже задали вопрос. По какой проблеме, если это можно сказать вслух, вы пошли в Баклевский центр? Я пришла проконсультироваться с готовыми документами. Мне нужна только консультация. Мне не нужно высокотехнологичное оборудование. Ничего. У меня все документы есть. Просто консультация. Хорошо. Я понял. Я хорошо. Смотрите. Я понял, да. Отвечаю. Вы можете бесплатно, 200% гарантии, что бесплатно, обратиться в Боткинскую больницу, в консультативно-диагностический центр, в 57-ю больницу, в 12-ю больницу, в 81-ю. Прийти в поликлинику, получить направление, пойти в этот центр, и вас там проконсультируют. Бесплатно. Так. Полоски для обедиков. Переход на отечественные препараты. Ну, я допускаю, что могут быть какие-то перебои с поставками полосок, но это временное явление. Что касается перехода на отечественную продукцию, ну, вы сами все знаете по поводу импортозамещения. Какая поликлиника? Я прошла 5 лет в обеде, для этого не помят. Хорошо. Зафиксируйте, Светланька, у нас 144-я поликлиника, но вообще-то проблема, вот она заключается в том, я вам говорю, в чем она заключается. Понимаю. Можно ли прикрепиться к другой поликлинике? Конечно, можно. Один раз в год. Есть закон, который ни я придумал, и ни правительство Москвы, называется он об охране здоровья, и еще один 326-й ОБС. Там написано, один раз в год к любой поликлинике Российской Федерации. Любой. А тем более московской. Приходите, пишите заявление, больше ничего не надо. Сейчас мы делаем так, чтобы в электронной форме могли прикрепиться. зайти в интернет и прикрепиться в поликлинике. Один раз в год. Можно ли, кстати, если в вашей поликлинике нет какой-то услуги медицинской, она вам нужна, то ваша поликлиника обязана вас направить туда, где эта услуга есть, и вы там совершенно точно должны ее получить. 165-я поликлиника, да, по стройке. Валерий Юрьевич пообещал на все вопросы, связанные со стройкой, ответить. Медицинская карта. Да, вы правы. До конца этого года мы планируем в этой электронной системе открыть 2 миллиона амбулаторных карт. Всего в Москве застрахованных 11,5, официально проживающих миллионов, от сферы проживающих 12 миллионов уникальных пациентов в этой системе это люди, которые хоть один раз пришли в поликлинику. 7,3 миллиона. Треть в этом году будут обеспечены электронными картами. Остальные до конца 16-го года. Но уже сейчас, не дожидаясь этого светлого будущего, многие поликлиники делают что? Записался человек на прием через телефон, интернет, информат, регистратуру, звонок и так далее. Записался. Поликлиника знает, кто завтра придет на прием. Они идут в архив. В регистратуре никаких карт медицинских нет. Заходишь, как будто попал в Сбербанк. Там ничего нету. Никаких пола, никаких книжек. Они все поступают к врачу вечером или ночью. Человек приходит, ему не надо идти в регистратуру. Он говорит, я хрипом. У меня 8,15. Карточку, пожалуйста. Такая штука уже есть. И мы ее сделаем. А электронные карты появятся. Так, пристройка строительства МАЧ-4 детей. Валерий Валерьевич расскажет. 10 минут. Нина Михайловна. Вы врач? Нет. А сколько, Нина Михайловна, вы думаете, нужно минуту? Я не знаю, это надо минуту. Я не знаю, это надо минуту, а потому что, когда я... А нужно... Дождите, Нина Михайловна отвечает. В это же время щупает твой курс. И что-то там в итоге получается, что живот мягкий, язык белый, глаза честные. И неизвестно, когда она все это доверила. А есть такие специалисты... Я говорю, я опять же обращаю внимание, как неврологи, сосудистые заболевания, это инсульты, хирург. Там действительно удлиняется время, и за счет этого, в общем-то, очередь отодвигается. Я понял. У нас с вами есть две альтернативы. Или мы вообще не фиксируем время прихода. Кто успел, как говорится, того и тапочки. Остальные пусть стоят, ждут. Кто зашел, медленно разделся, я извиняюсь, поговорил за жизнь и прочее. Провел там пару часов, а люди сидят, ждут. Одна альтернатива. А другая альтернатива, когда мы примерно знаем, примерно, потребность, и сколько минут нужно вот на прием. Примерно. Конечно, есть отклонения. Но хотелось бы, чтобы человек, приходя к определенному времени, не сидел там час, потому что на целый час человек задержался в кабинете. Поэтому вопрос сложный. Именно поэтому, потому что он сложный, нигде, ни в одном документе, Минздрава, правительство Российской Федерации, не указано, сколько минут врач должен принимать в поликлинике. Нету такого документа. Дальше я вам рассказываю. Дальше я вам рассказываю. Вот я за свою жизнь много, очень много поставил диагнозов в течение, ну, например, 30 секунд. Есть, например, такой симптом в Ваньке-Встаньке для хирурга. Его должны все знать. Человек сидит или стоит, укладывается и вскакивает от боли. Да. Его надо сразу спросить, травма была? Он скажет, была. Вот 30 секунд. Иногда требуется 15 минут, иногда 20, иногда 30. Все бывает. Поэтому нужно терпимо к этому относиться. Мы примерные рамки установили. Будем стремиться к тому, чтобы это было в графике не 10 минут, а, например, 15 или 20, но все индивидуально, понимаете? Что нам позволяет рассчитывать на это? Вот сейчас приходит человек в регистратору и говорит, я не хочу возвращаться к информату, записываться на завтра, я хочу сегодня. Сегодня хочу, и все. Ему говорят, пожалуйста, дают ему талон и говорят, иди в общую очередь, в живую очередь, и там сиди. Он сидит. Поэтому время пациентов больше, как вы понимаете, да? Шаг меньше. Мы сейчас таких товарищей, на самом деле могут быть какие-то обстоятельства, мы отправляем их к дежурному врачу или к заведующему отделению. Вынимаем из этой очереди, даже не направляем туда, а к отдельному дежурному врачу. Значит, уже высвобождается пространство по времени. Мы сейчас говорим, что не нужно садиться в очередь, если тебе нужен, например, рецепт на инсулин, я об этом уже говорил. Ты идешь в другой кабинет, не в этот, а в другой, и говоришь, я хрипун, не хотелось бы страдать этим заболеванием, тебе дают рецепт, фельдшер сидит и выписывает. Меньше людей обращаются и так далее. К некоторым, да, сейчас москвичи вот в ходе этого краудсорсингового проекта говорят, сделайте смс-сообщение. Записался человек на прием, у него фиксированное место, время, а он передумал или не сложилось, или там занемок, да, он должен иметь возможность нажать кнопку, искать, я не приду, и тогда вот эта плотность, она расширяется. Таким путем мы пойдем к 15 минутам, к 20 минутам и так далее. Алексей Иванович, подождите, ну Алексей Иванович уже ответил. Так, 61-я и 45-я больницы. Ну, у 61-й больницы будущее прекрасно, потому что эта больница входит в комплекс Московской медицинской академии, это университетская клиника, я ее знаю почти что с детства, всех профессоров там, Лукомский Генрих Ильич мой там оппонент был, по кандидатской диссертации, там прекрасные люди работают, это будет структура первого меда, решение принято по этому поводу. 45-я больница, это Ваденцова. Звенигород, извините, Звенигород, да. Но больница Московская, Звенигород, сейчас эта больница является подразделением филиала Московского научно-практического центра медицинской реабилитации. Вот будущее ее видим или в этом, в этом вот направлении, или в другом, в развитии альтернативных коек, что это значит, когда человеку не очень нужна медицинская помощь, нужно за ним присматривать или наблюдать. Там шикарный лес, большая территория, вот в этом направлении будем продвигаться с 45-й больницей. С Риблова, Стройка, ответим, ДЦ-5, флюорография. Владимир Борисович, здесь, в Грессо-Югурт. Светлана Николаевна хочет ответить. Кстати, на секунду с начала встречи Алексея Ивановича, когда мы были на прошлой неделе, мы говорили о том, что ДЦ-5 входит как раз в перечень тех учреждений, которые будут оснащены специализированным оборудом для лиц с ограничениями функций жизнедеятельности. И Светлана Константиновна, хочу вас заверить, что уже проиграли все конкурсы на проектно-спектную документацию, это все уже готово, подготовка помещения к установке этого оборудования. И это случится в 3-4 квартале. Будем надеяться, что и уже с Департаментом Центра защиты есть договоренность тех случаев, когда по экстренным показаниям вам необходимо пройти флюорографическое исследование, центр на лодочной будет как раз-таки осуществлять это исследование. Проверка кардиостимулятора, аж 5 тысяч, безобразие. Если главный врач будет продолжать в том же духе 4-й Градской, я не согласен. Конечно же, минуточку. Подождите, дайте ответить. Я проверила, деньги заплатила. И написано, в целях улучшения меня обслуживать. Я спросила, сколько мне теперь нужны денег для факторной операции. Я это даже не озвучиваю. Эта цифра для вас страшна. Вас как зовут? Людмила Ивановна Куликова. Уважаемая Людмила Ивановна, со всей ответственностью вам заявляю, что услуга, оказанная вам, является для вас бесплатной. У меня документ есть. Светлана Николаевна, возьмите, пожалуйста, на заметочку. Хрубалову Андрею Александровичу, главному врачу 4-й Градской, если он будет продолжать в таком же духе, мы теперь будем за этим следить. Контракт продлевать не буду, повторяю. Есть еще 4 больницы, которые оказывают аналогичный вид помощи. 81-я на севере, Боткинская, 23-я и 12-я. То же самое делают, что и у Четвертоградской. Хотя формально Четвертоградская имеет формально статус центра по кардиостимуляции. Имплантация кардиостимуляторов тоже бесплатная в МП. Может быть, не всем сразу, но обязаны разделить очередь на тех, кому нужно срочно, не очень и совсем не очень. Но это бесплатно. Хорошие кардиостимуляторы, импортные, бесплатно. Иногда бывает какая ситуация? Даже без отношения к кардиостимуляторам. Человек приходит, например, и говорит, я хочу сделать МРТ. Ему говорят, зачем? Хочу. Ну, есть показания. Я хочу. Хорошо? Приходите через две недели. Я хочу сегодня. Сегодня только вечером в неосновное время заплату. Вот такое бывает. А кардиостимулятор бесплатно. Обслуживание бесплатно. Там есть нюансы с оплатой этой услуги для больницы. Но это не ваша проблема. Это наша проблема. А вам должны сделать бесплатно. Так. Надежда Сергеевна. Да, эндокринолог, рецепт, я объяснил. Не нужно. Рассеянный склероз, эндокринология. Человек после инсульта, эндопротезированный, после стентирования корональной артерии, перенесший инфаркт и так далее, и так далее. Астматик там, это больные, страдающие хроническими заболеваниями, имеющие такие проблемы, которые входят в диспансерную группу напрямую к своему врачу. Если это не так, идите к врачу и говорите, главному врачу, говорите, был он там на встрече с Алексеем Ивановичем, поэтому вы, пожалуйста, сделайте так, как положено. Мало того, мы сейчас в 175-й поликлинике на Востоке проводим пилотный проект. У нас несколько, в нескольких поликлиниках мы пробуем новые, очень интересные и важные вещи. Проект по ведению хронических пациентов. Выделили три категории. Лица в пожилом и старшем возрасте, страдающие несколькими заболеваниями, страдающие гипертонической болезнью все возрасты и страдающие сахарным диабетом. Там новая система взаимоотношений между врачом и пациентом. Врач знает, как он должен постоянно наблюдать, связываться и контролировать пациента. Пациент знает, что ему делать, в какое время, в какие эпизоды связываться с врачом и так далее. Контакт. Вот вчера мы наладили такую штуку через автодозвон. 22 тысячи звонков прикрепленному населению направили с предложением «Придите в поликлинику, запишитесь на прием, войдите в пилотную группу». И результат тоже будем оценивать следующим образом. Сколько раз скорая помощь приезжала на эту территорию на гипертонический криз? Если в разы меньше, значит работает система. Если ничего не изменилось, значит плохо. Но этим путем идут все страны. А мы только начинаем. Работа с хроническими больными. Так, отделение стоматологическое. Важный очень вопрос. Поподробнее, пожалуйста. Стоматологическое отделение в поликлиниках и детских, и взрослых. Очень важный вопрос. Я очень хочу, постараюсь, чтобы вы меня помните. В Москве 36 специализированных стоматологических поликлиник. Это учреждения, которые ничем, кроме как стоматологии, не занимаются. Они разные. У них есть семиэтажный ресурс, есть там двухэтажный. Но они все занимаются только стоматологией. И они не догружены. Ресурс их позволяет принимать пациентов в гораздо большем количестве. Они все за годы модернизации оснащены суперсовременными стоматологическими установками, компьютерными томографами, специальными рентгеновскими аппаратами, анестезиологической службой и так далее, и так далее, и так далее. Они имеют определенное обеспечение расходными материалами, пломбировочными и прочее. Целая система стоматологическая. Параллельно с этим, в отделениях стоматологических, где есть несколько кресел, в отделениях стоматологических многопрофильных поликлиник, внимание, 250 вот таких мелких отделений. Но мы же организуем бесплатную стоматологическую помощь. Но надо же нам с вами думать, как распределять ресурсы. Но если в Москве есть 36 поликлиник стоматологических и детских, и взрослых, значит, нужно так сделать, чтобы они на полную катушку работали, и мы этим занимаемся. Мы сейчас взяли и на карте Москвы распределили, к какой стоматологической поликлинике, какой район должен относиться. А потом эту географию наполняем конкретными именами, делаем регистр стоматологический. Точно так, как прикрепленное население есть к обычной поликлинике, будет прикрепленное население к стоматологической, для того, чтобы упорядочить этот процесс. Но любой москвич может обратиться в любую стоматологическую поликлинику, и ему будет оказана там помощь. Поэтому, когда мы говорим о бесплатной стоматологии, нужно понимать, что она же ниоткуда не берется, она берется из бюджетных денег. И если есть огромный ресурс стоматологической поликлиники, зачем держать в отделении стоматологии? Я не хочу никого обидеть из своих коллег, которые, как вы говорите, десятилетиями работали в отделении. Может быть. Есть другие примеры. Например, Некрасовка. Есть стоматологическое отделение в поликлинике, в Нагопокуфинной. А ближайшая стоматологическая поликлиника, бог знает где. Ну, зачем же ее закрывать? Не будем закрывать. И так далее. Речь идет о концентрации ресурсов и о разумном, рачительном использовании того, что государство дает для обеспечения бесплатной помощи. 36 поликлиник, которые ничем не занимаются, только стоматологией. И там другой уровень. Понятное дело, что человек привыкает к своему врачу, и дети ходили там, и сам ходил, и прочее. Но, опять же, никого не хочу обидеть. Но все-таки, если учреждение занимается только стоматологией, там другую уровень. Я вас уверен. Скажите, пожалуйста. Подождите, не кричите. Ненасмотр платный после педагогического института, да? Есть программа территориальная госгарантия обеспечения бесплатной медицинской помощи. Там эта услуга есть, диспансеризация, для любого москвича. Поэтому он может в свою поликлинику пойти и пройти там диспансеризацию, и профилактический осмотр, и все что угодно. В поликлинике есть нюанс. Когда, например, школа говорит, дайте-ка нам, пришлите бригаду, мы тут сейчас всех осмотрим, наших сотрудников. Не получается, а получается двойная штука. С одной стороны, люди должны на участке работать и обслуживать тех, кто прикреплен. А тут вдруг он уже выезжает в какую-то организацию и осуществлять видосмотр. Это можно сделать, если департамент образования через соответствующую школу оплатит за государственный счет приезд такой бригады. Но он может пойти в поликлинику и получить эту услугу бесплатно. Пятый роддом. Будущее этого роддома, думаю, что прекрасно. Там выполнен очень хороший ремонт капитальный. Мы уже и мэру доложили. И Сергей Семенович несколько раз говорил о том, что мы этот родденный дом должны открыть в этом году. Надеемся, что в этом году мы его и откроем. Там есть нюансы, связанные с пищеблоком. Мы их решим. Там с подземным переходом решим. Еще кое-какие. Пятый роддом будет работать. Точно вам говорю. Прием в выходные дни. Смотрите, тут у нас есть не то чтобы затруднения, но, как я уже сказал, некоторые дюансы. Врачи тоже люди. И сестры тоже люди. Мы видим, что потребность приема в выходные дни есть. Нам жители сказали в краусорсинге. Мы хотим, чтобы у нас была возможность приходить в поликлинику не только в субботу, но и в воскресенье. Я работаю, например. У нас что получается? Утром вот такая волна приема в поликлинике. Днем спад, вечером опять. Потому что люди, которые работают, сложно им попасть. Есть пенсионеры, которые могли бы попасть в серединочку, но они тоже любят по утрам, например, ходить. Получается не очень рационально. Поэтому и вы говорите вот в этом проекте, в краусорсингах. И мэр нам говорит. Я смотрю вашу аналитическую систему, а он это делает каждый день. И вижу, что потребность в этой услуге у москвичей в субботу и воскресенье есть. Поэтому будьте любезны, организуйте. Мы это делаем. Во многих поликлиниках есть сейчас прием по субботам. В некоторых воскресенье. Мы отрегулируем трудовые взаимоотношения таким образом, график работы составим таким образом, что будем эту идею продвигать точно. Лекарство. Через терапевта ответил. В отношении льготы. Смотрите. Я сейчас... Николай Николаевич, не напомните у нас, какое количество лекарственных позиций в перечне льготном? Кто-то Юлия Николаевна есть у нас, да? Да, больше 800. Сколько? Больше 800. 800. По МНН. Да, да. Спасибо. Спасибо. 800. Огромное количество позиций. Стараемся видеть, когда каждый препарат заканчивается в аптечном пункте. Сделали даже систему такую электронную, которая сигнализирует, как только там подходит к концу, сигнализирует на склад. Склад привозит. Бывает такое, что выбирают быстро. Вот, например, был всплеск у нас в марте месяце. В связи с экономической ситуацией все пришли в возбуждение и выбрали сразу, одновременно, впрок. Ну, мало ли, может, дороже станут лекарства импортные. А мы в лекарственном отношении зависим от импорта пока что больше, чем на 80%. Поэтому за счет ажиотажа выбрали, и был дефицит, например, на Юго-Востоке. Как сейчас помню, аж 3 тысячи необеспеченных рецептов. Но мы эту ситуацию выровняли за два дня. Поэтому уследить сложно. Я вас призываю, мы занимаемся этим. Я вас призываю сигнализировать обязательно на горячую линию, в департамент, в медицинскую нашу дирекцию, образованную вновь, о том, что там или там нет каких-то препаратов. Тут есть некое лукавство у врачей. Я вам сейчас это честно говорю. Поскольку каждый главный врач отчитывается, и я каждую оперативку в понедельник поднимаю, начальника управления, и говорю, сколько необеспеченных рецептов. Значит, рецепт выписан, а лекарства нет. Там в течение какого-то дня. Если это до 10 дней, ну, придется терпеть. А если свыше, это уже фолл, то это уже наказываем. А поскольку они боятся этого, то приходит человек, а ему рецепт просто не выписывают. Говорят, что типа нет лекарства. Это очень плохо, такого не должно быть. Если вам положено лекарство, вы точно знаете, что оно положено. И приходите, а вам говорят, что его нет, я вас очень прошу, обращайтесь и сигнализируйте об этом. Мы будем предпринимать меры. Тем более, что не обязательно ждать глобальных торгов. Это все решается. Ну, людей много. 400 поликлиник, 400 главных врачей, ну, районных, филиалов. Они все разные. В семье там из 5 человек с разными характерами бывают проблемы. А если у тебя 400 сотрудников, они тоже, главных врачей тоже разные. Поэтому воспитываем. Давайте сигналы. Есть одна особенность. Мы покупаем не коммерческое название препарата, а непатентованное международное название. Это сердцевина, суть лекарственного препарата. Вот, условно говоря, анальгин может называться по-другому. Поэтому, когда человек приходит и говорит, я хочу пенталгин, а ему говорят, что есть аналогичный препарат, только с другим названием, вы должны понимать, что это то же самое. Мы не можем по закону покупать вещи, которые имеют коммерческое название. Вот тут еще бывает, говорят, что нет препарата. А он есть, только он называется по-другому. Так, как это в рецепте прописывает и учат студентов. Убрали детских дерматологов, поговорили на эту тему. Бутверка, стройка, поговорили. Детские поликлиники в Слибово, стройка. 220-е прикрепление. По стоматологии объяснил. Так, да, 220-е. 220-е. Ну, не совсем понял проблему. Со стоматологией объяснил. У вас здесь, вы в этом районе проживаете? Знаете, я проживаю в этом районе, но прикреплена в альфоте. В поликлинии, вы знаете, там 14-этажное здание. Да, знаю, знаю. И, да, 14-е этажное. Вас как зовут? Меня зовут Галина Вендиктовна. Галина Вендиктовна, у вас здесь, недалеко, где-то, есть 32-я стоматологическая поликлиника. Ну, вы знаете... Стоматологическая. У вас отъяснил. И я, понимаете, вот там прикреплены... Так это ближе, чем 220-е. Нет, ну, 220-ю я выписываю лекарства, хожу с другим курсским специалистом, и мне было удобно. И я думаю, что прикреплены ведь ветераны войны, афганы и чернобыльцы. Да, хорошо. И там поликлиника, именно весь, он этаж-то сохранился, 13-й. Там действительно дантисты принимают, ну, все было, да. То есть ни у кого никаких льгот. А на 14-м этаже, где проходило зубопротезирование... Отойдите, пожалуйста, к Светлане Николаевне, браво. Вот, мы решим ваш вопрос точно. А там два врача осталось. Галина Вендиктовна, Светлана Николаевна с вами решит вопрос. Алексей Иванович получил еще очень много вопросов письменных, поэтому, Валерий Юрьевич, сейчас ответьте на свои вопросы. Очень коротко и быстро постараюсь. Вот так. По новым поликлиникам. Я думаю, что этот вопрос многих волнует. В 2013 году вышло постановление правительству Москвы от 11 июля. Оно именуется номером 372. О мерах, направленных на развитие амбулаторно-проклинической сети, где определены по городу Москве 57 тех поликлиник, которые должны строиться. Из них, благодаря нашей совместной позиции префектуры и департамента, нам удалось зафиксировать и правительство поддержало 12 амбулаторно-проклинических учреждений у нас. Я очень коротко, еще раз, кто не знает, назову, в каких местах и по каким адресам будут поликлиники. Я потом скажу о том, в какой очередности они будут строиться. Итак, по району Марфина, улица Академика Комарова, владение 1-3, детская на 500 человек. В районе Останкинский, улица Годовикова, дом 10, детская взрослая на 750. В Отрадном, декабристов 39, пристройка к детской поликлинике 110 на 250. В Отрадном, пересечение высоковольтного проезда с улицы Римского-Корсакова. Лосина-Островский, изумрудная, владение 14, детская взрослая на 500 человек. Полярная, 11, южная Медведкова, детская 500 человек. С Виблова, пересечение Уржумской-Сенесейской, 750 человек. Южная Медведкова, ясный проезд 16, 750 человек. Гар-Алексейский, Касаткина, 9, пристройка к детской 99. Ленская, бабушкинский район, Ленская, 21, детская взрослая на 750. Лосина-Островская, пристройка к 120 поликлинике на 500 человек, на Брутное, 15. И Яблочкова, Бутырский, Яблочкова, 3, детская взрослая, пристройка к женской консультации. Это общий перечень. Но этот общий перечень, понятно, что не может строиться одномоментно, поскольку это, конечно же, большие деньги, не может одновременно и проектироваться, водиться. В этой связи выделены очереди, что входит в первую очередь, и над чем сейчас проектировщики, департамент строительства и другие смежные департаменты активно работают. В первую очередь попали три поликлиники. Это в Бабушкинском районе, Ленская, которая начинается строительство в этом году и заканчивается стройкой ее сдачи в следующем, в шестнадцатом году. То же самое детская городская поликлиника в Марфино на Академике Комарова. Тоже сдача в следующем году. И третья поликлиника в первую очередь, это пристройка к поликлинике 320 на Касаткино, 9. Во второй очереди с семнадцатого года, это Свиблова на Ужумской, это Яблочково, район Бутырский, это Декабристов 39 и это пристройка такая, набрудная 15. Это во вторую очередь. Остальные поликлиники в третью очередь, поскольку их нет в адресной ревизионной программе. Будем их также добивать вместе с департаментом, пробивать с тем, чтобы они были. Теперь есть целый ряд вопросов общего порядка, но они не касаются здравоохранения, я на них отвечу. Пока Алексей Иванович тоже смотрит записки. Очень большая проблема, жители района Отрадная попротив магазина «Пятерочка» по улице Бестужевых. Мы этот вопрос рассматривали вместе с депутатами, приняли в данном случае консолидированное решение. Я поддержал депутатский корпус и обратился в глав архитектуры, с тем, чтобы пересмотрели свое решение о выдаче им разрешительной документации. Насколько я понимаю, этот вопрос будет рассмотрен на городской земельной комиссии. Мы вместе с Владимиром Владимировичем держим этот вопрос на личном контроле. Был вопрос по благоустройству ближайшей территории к поликлинике, не поликлинике, да, Северный бульвар, дом 6А. Эта работа по восстановлению утраченных позиций будет проведена в осенне-летний период. Следующий вопрос. Жители, ну я вам сказал, что не только Отрадная, Ростокина, хотят ко мне прийти на прием, пожалуйста, я обещал и буду вести прием, пожалуйста, приходите. То же самое вот Смирнова Надежда Анатольевна, пожалуйста. Когда обеспечат многодетные семьи земельными участками, я стою в очереди 6-го года. Вопрос непростой. Для того, чтобы их обеспечить, нужно иметь земельные наделы. К сожалению, сегодня таких свободных земельных наделов нет, поэтому сказать о том, что мы в ближайшее время их решим, невозможно. Целый ряд личных вопросов, у меня их много. Ко мне записаны еще 6-7 человек. Мы будем вести прием, приходите. Алексей Иванович, есть ли еще общие вопросы? О том, мы сейчас уже обещали, людям должны перейти в режим личного приема. Есть такие вопросы, пожалуйста? Просто телефон горячей линии департамента, их два назову, а еще есть несколько на сайт. Помните, пожалуйста, телефон, кому это нужно. Департамент, там написано, диктую 8499. 251-1455. С 8 до 8. И еще один телефон, последние цифры, 83-00. Есть и другие. Горячая линия управления информацией, горячая линия медицинской дирекции. И еще на сайт зайдите или попросите родственников, молодых, если сами не владеете, вам подскажут. Но два телефона я вам дал. Статья в новой газете «Ловушка для кардиолога». Не помню такой статьи. Если скажете, что за ловушкой, я проектирую. Неизвестно. Не признаюсь. Консультации по телефону в детских поликлиниках, возрослых, пробуем, спрашивают, будет ли в детских. Будет точно. Только мы с вами должны понимать, что мы не можем и не будем ставить диагноз по телефону и назначать лечение, потому что надо видеть пациента. Но много других есть вопросов, на которые можно ответить и снять часть вопросов, с которыми люди идут в поликлинику. Есть такая служба, развивается. Так, обеспечение молочными продуктами детей беременных. Будет или не будет? Конечно, будет. Ведется дискуссия до сих пор. Может быть, монетизировать вот эту услугу для москвичей? То есть, если положено, то, значит, можно взять сразу так, деньгами. Много поводов, мнений по этому поводу. Таких пунктов в Москве 250. Частью они расположены в поликлиниках, частью в приспособленных помещениях, частью уже в аптеках, наших столичных аптеках. Думаю, что вопрос связан с тем, что мы планируем из тех помещений, которые не годятся для этих целей, перемещать постепенно в аптеку. И вообще эту услугу сконцентрировать в нашей фармацевтической, в нашем фармацевтическом подразделении. Почему? Потому что там есть электронная система. И мы можем следить по аналогии с льготными препаратами. Когда заканчивается тот или иной продукт, когда нужно подвезти и так далее. Никто не собирается это разрушать. Мало того, в Москве перечень тех, кому положено детское питание, гораздо шире, чем в других регионах. Мы недавно добавили туда детей до двух-трех лет, беременные там. Есть дети, которые страдают хроническими заболеваниями, список достаточно широкий. Единственное, что нужно рецепт, чтобы получить такое питание, нужно рецепт. Кстати, этот рецепт тоже будем упорядочивать, но чтобы люди не ходили и не стояли в очереди. Регулируем этот вопрос. Молочка точно будет. Продолжение следует...